Здравствуйте, друзья! Сегодня великий день полива. Большого полива. Будет это выглядеть примерно так. Ванды, открытые системы, цветы в пищевых лоточках поливаются вот так. Фильтрованная вода. Немножко кипяточку. Размешиваем. Немножко удобренится для цветения и бутонизации. 2 грамма на литр воды. Я использую немножко поменьше концентрацию. Вот буквально этого достаточно будет. Хорошенько размешиваю и заливаю. Вот такие серебряные корешочки должны быть у цветка перед поливом. Валиваю ванду. Цветы в открытых системах стоят у меня залитые час или два. Полив огорода. Вернее, его остатков. Здесь уже никакого полива не будет. Вот земляника выставлена на проветривание и вот так вот поливаются. Вот эти 5 семечек, из которых зашло только 4, аналогичным образом поливаются земляники. Это у нас бархатцы. Тоже хорошо взошли. Гораздо быстрее, чем земляника. Также отрыскиваем. Поливаю свой огород. Цветущие растения я поливаю обычной водой, отстойной. Вот в закрытии системы в данном случае до тех пор, пока на дне не образуется 1 сантиметр воды. Этот цветочек любит пить и до следующего полива он полностью все выпьет. Вот еще цветущее растение. Здесь я также поливаю по верху горшка, не боясь попасть не по краю, а более как бы в серединку. Потому что торфстакана здесь нету и поливаю я утром, поэтому цветочек успеет все это выпить и водичка испарится до вечера. Вот на таком уровне остается вода и до завтра ее, скорее всего, уже не будет. Вот тут у меня стоят все цветущие. Также я их буду поливать таким же способом, если проливом. Вот, например, в данном случае здесь есть торфстакан в этом цветочке. Это вот такая рыженькая, она не пересаживалась. Здесь я буду поливать по краю. Вот она растит, новый лист. Стоит по соседству с растением, где был замечен трипс. Если я не могу подлезть с другой стороны, это не важно. В принципе, будет достаточно с одной стороны пролить. Внизу остается чуть-чуть водички. Она также испарится в течение дня, я думаю. Это классическая система с дырочками. Кот растет в системе закрытой. Вот у него корень такой хороший, новый, мощный растет. От шейки корень растет. Так что я считаю, что адаптация прошла успешно. Полив производится также без подкормок, смачивая по возможности весь грунт и оставляя водички немножко в уровне дренажа и даже сейчас, наверное, меньше. Наверное, так будет достаточно 5 миллиметров. Обращаю ваше внимание, что корешки должны быть вот такого серебристого цвета для того, чтобы полить растения. Если корешки вот такого зеленого цвета, это я уже там успела капнуть воды, то поливать не нужно. Вот зеленый цвет. Еще не нужно поливать растения. Хотя вверху вот некоторые корешочки уже просохли. Но внизу весь грунт еще влажный. И циафлора тоже, посмотрите, коричневого цвета. Вот это вот уценочка за 100 рублей, которые, их сегодня я первый раз полноценно поливаю. Буду оставлять сантиметр воды в поддоне. Вот посмотрите, это тоже та же уценочка. У нее там даже вот некоторые цветочки сохранились, как я и предполагала. Вот так оставляю сантиметр воды снизу. И вечером я всю воду солью со всех этих 10 цветков. Но первый раз дам им полноценно попить и напитать почву. Поливаю строго по краю горшка. В центр не захожу, потому что там торфстакан. Цветы не пересажены. Во время полива, конечно же, появляются какие-то новости. Что-то новое можно увидеть в цветочках. Вот я решила посмотреть. Тот самый башмачок непонятный. В каком он состоянии. А его состояние никакое. Все. Этот весь уже усох. Он все просто ничего. А детка, которая на нем сидела, или не знаю, как правильно это назвать, тоже вся сгнила. Так что, увы и ах, но это скажем ему пока-пока. Продолжаю полив. Сейчас на очереди дендробиумы в закрытой системе. Также с препаратом монокалийфосфат. Поливаю проливом, оставляя достаточно большое количество воды на дне. Только потому, что я знаю, что этот цветок очень хорошо пьет водичку. Их тут очень много, этих ростиков. Именно вот в этом горшке поглощение воды усилено. Проливом по поверхности оставляю немного воды внизу. В уровне дренажа. Такой мини-дендрик. И вот это вот анцидиум единственный. Посмотрите, какой прекрасный у него корешочек. Также его поливаю. Проливом. И оставляю немного воды. Совсем там чуть-чуть. На дне. Это дендробиумы. И дендробиумы фаленопсиса. Вот какая-то пупочка еще тут появилась. Продолжаю полив. Ну и, конечно же, поливать можно вечно. Потому что с приходом весны даже у самых тугодумов проснулись корешки, начали расти листочки. И это истинное наслаждение любоваться этим ростом. Каждое отдельно взятое растение можно вертеть в руках часами, мне кажется. Улыбаться, наслаждаться, радоваться. Я продолжаю свой полив. Небыстрый. Еще где-то впереди час. Или, может быть, полтора. И желаю вам всего хорошего. Прекрасного настроения. Солнечных дней. И до скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»